всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду тут на канале относительно недавно вышел ролик про буррито breakfast буррито будет на завтрак и многие из вас живущие в мексике в калифорнии в техасе поделились своими вариантами начинки популярные в местах своего проживания один такой рецепт меня заинтересовал я решил его сегодня приготовить в основе лежит соус пика дыгаю но в отличие от классического сырого в данном варианте он предварительно обжаривается и сегодняшний рецепт готовится с креветками я перед рождеством попал на акцию в магазине с чудовищными скидками прикупил коробку вот таких вот крупных на 2 килограмма при нужде медленно размораживаю и употребляю но один из моих юных операторов на дух не переносит креветки морепродукты любые вообще любую рыбу поэтому я один вариант сегодня готовлю с креветками а второй со стейком естественно сначала поджарю затем нарежу и в таком вот виде стейк попадет в буррито соус простецкий и наверное поэтому дико популярные в южной части северной америки приступим оливковое масло на сковороду а лук надо нарубить таким относительно мелким кубиком на сковороду его слегка обжариваем мясистые помидоры кстати не обязательно даже грунтовые использовать можно такие парниковые брать тоже таким же кубиком сердцевину естественно надо удалить к луку их и халапе не мелко нарубить у меня маринованные из банки если вдруг найдете свежий вообще отлично тоже в сковороду обжариваем все вместе минуты две-три но я пока кинзу дроблю помельче готовый соус надо приправить солью и соком лайма лайм у меня пролежал на солнце несколько дней и зеленого превратился в желтый в первый раз такой вижу смотрите как лимон но внутри правда все еще зеленый соус готов вообще-то классический соус пико-де-гайо готовится без всякой обжарки то есть просто все овощи нарубили мелко приправили соком лайма и солью добавили кинзы мелко нарубленные все соус готов вот сегодняшний вариант буррито мне понравился как раз таки и за счет обжарки вот этой незначительной обжарки предварительной этого соуса однако надо креветок почистить не обращайте внимание на цвет это сырые креветки есть целый ряд пород которые в сыром виде имеют красный цвет и на коробке тоже читали в начале ролика до гамбас круто то есть сырые панцирь кстати можно не выбрасывать сохранить их в морозилке когда наберется достаточное количество приготовите совершенно обалденный креветочный виск ролик на канале был ссылочку если заводу оставлю в описании мировая штука так половину соуса отложу для буррито со стейком я сюда отправлю креветок сейчас не моментально обжарится и начинка готова тортильи уже можно греть мне магазинные я не заморачивался с приготовлением самостоятельным грею их на сухой сковороде и кревитос тоже уже готовы красотень остается быстро забраться с авокадо как редко кстати кинзу можно добавить и перемешать нагрев под ним уже выключен я сказал да так и сметаны чуть-чуть чтобы загладить со страту халапенья так но с первым вариантом закончили это как раз тот которыми рекомендовали под роликом про который говорил самом начале соус готов так что со вторым вариантом все будет еще быстрее на сковороду масло оливковое и кусочек сливочного стейк приправить солью и перцем пока только с одной стороны масло загрелось значит стейк сюда приправленной стороной вниз и верхнюю сторону тоже солью и перцем ну рядом пару зубков чеснока и веточку розмарина подрумянить на одной стороне быстро румяный до переворачиваем и вот эту сторону маслом который впитал себе аромат и чеснока и розмарина лепешки для второго варианта тоже пора греть уже хочется быстрее попробовать все это что со стыком пора обожаю так начну я с мясного буррито тоже вытаскиваю здесь палочку чтобы ее не съесть пробуем крайне неудобно есть все эти шармоподобные блюда но вкусно вкус мяса смешивается с вот этим вкусом острого соуса классного он очень острый потому что халапеньо прям вырви глаз сметана все дело сглаживает а авокадо такую маслянистую текстуру придает здорово я думаю мой рыбоненавистник оператор с большим удовольствием такой бурит съест так ладно а сейчас по второму пройдусь так ну а теперь креветочный шпажку убрать чтобы ее не съесть классно очень острый соус очень классно сметана его сглаживает все равно здесь все согревает и классно и креветки конечно заслуга креветок да то есть нужно брать вкусные креветки если вы будете использовать вареные в этом деле те которые продаются вареными то скорее всего такого вкуса не добьетесь на такое блюдо надо разориться и купить вот этих вот тигровых сырых пусть даже чищенных поджарить их аккуратненько не пересушить и будет классно извините авокадо к месту класс короче можно смело готовить вкусно здорово все здорово огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока аплодисменты